Друзья, всем привет! Это будет небольшой видео обзор отеля Аджман Сарай. Сарай в переводе с арабского означает дворец. И реально мы видим, вот сзади меня находится фасад здания. Реально это какой-то дворец для шейхов. Огромные размеры впечатляют. Кстати, в этом видео, как обычно, посмотрим территорию, номерной фонд, узнаем о всех моментах, нюансах проживания в данном отеле. А также я с вами поделюсь несколькими важными моментами, что нужно знать перед вашей поездкой в Арабский Эмират. Например, знали ли вы, что на данный момент российские карты банковские именно не работают у нас на территории иностранных. государств. Поэтому мы сюда едем, как обычно, с долларами, с еврами. Но если вы не любите возить с собой целую котлету денег, да, есть простое решение, то можно оформить карту. Платежная система UnionPay любого из банков, которые находятся не под санкциями на момент съемки. Это у нас Россельхозбанк и Газпромбанк. Вот, без проблем оформляем. Карты данного и платежной системы пополняются с любой картой российского банка. И здесь, пожалуйста, на территории всех Арабских Эмиратов вы можете спокойно пользоваться картой платежной системы UnionPay. Ну и давайте уже пойдем посмотрим все-таки отель. Смотрите, вот так вот величественно выглядит реально фасад здания. Реально как огромный какой-то дворец. На входе вот такой вот фонтанчик переливается. В вечернее время все это очень красиво подсвечивается. Ну и как же без арабских скакунов. И давайте зайдем в отель. Смотрите, какие огромные широченные двери, да. Вот такая композиция. Hello. Внимательный, приветственный персонал. Hello. Так, живые или не живые цветы? Да, живые, живые. Красота. Фонтанчик, внимательный персонал. Hello. Hello. Не репетировали, а прям как это. Как после репетиции. В один голос, приветливые, внимательные. Это, честно скажу, подкупает. Небольшая зона лобби. Большой люстрый. Но не такой, как мы видели еще в других отелях. И смотрите, территория. Сейчас мы выйдем на нее, посмотрим. В зоне лобби есть бар с напитками. То есть мы единственная, да, лекшери коллекшн, которая Marriott, входит в Marriott и с собственным пляжем. Пляж песчаный и вход, в принципе, постепенно. То есть там нету никаких перепадов от глубины. Друзья, вот мы с вами вышли на пляж. Сейчас вам покажу, как выглядит песочек. Песочек здесь белоснежный. Здесь песок естественный, природный. Смотрите, он такой меленький, беленький, да. Прекрасный песочек. Видите, благодаря волнорезам береговая полоса не разрушается. Заходить одно удовольствие. Он такой мягкий, прям приятный для ног. И вы можете своими детьми и сами купаться, наслаждаться. Купание на волнах. Кстати, обычно море достаточно гораздо спокойнее. Это сегодня какое-то у нас такое активное. Шезлонги здесь стоят, смотрите, такой интересной формы. Повторяющий изгиб нашего тела. Важный момент. Гости, проживающие в данном отеле, могут спокойно гулять в одну сторону. Пользоваться, скажем так, пляжной зоной соседнего отеля. И также прогуливаться по пляжу в другую сторону. А гости, проживающие слева или справа, они, к сожалению, не имеют права заходить на территорию данного отеля. Вот такая вот привилегия. Привилегия. В отеле 205 комнат. 205 комнат все, без исключения комнаты с балконами. Номер категории Deluxe Seaview. Мы видим рабочую поверхность при входе. Большое зеркало. Номер рассчитан для проживания двое взрослых, двое детей. Большая широкая кровать, очень мягкая. Ой, какой мягкий матрасик. Вот это прям сразу говорится. Это, говорит, лакшери. Состояние матраса чисто по углу, я вам поделюсь. Еще одно место. Дополнение. Вот этот диванчик, он не раскладывается. Если вы едете с ребенком или у вас трое взрослых, соответственно, вот сюда ставится еще одно полноценное спальное место. Два на один метр. Смотрите, какая потрясающая комната. Душевая кабина вместе с красивыми раковинами. И смотрите, фишка. Это своя ванная с видом, пожалуйста, на террасу и на улицу. В халатике. И давайте выйдем на террасу. По-любому, смотрите, мебель плетеная, столик. И смотрите, какой потрясающий вид открывается на территорию отеля. Блин, просто, просто волшебно. Смотрите, насколько классная. Занервана вся территория. Чистенькая, выстраженная травка. Голубые бассейны. И белый песочек на пляже. Кстати, вот благодаря вот этим волнорезам сохраняется береговая полоса. И пляж здесь просто бомбически, абсолютно безопасно. Сейчас мы вниз потом спустимся, посмотрим, как это выглядит. Друзья, одно небольшое дополнение. То есть все номера имеют абсолютно одинаковую площадь. Все номера абсолютно имеют одинаковый интерьер. Есть номера категории Крик Делакс. Это будут номера, которые будут расположены частично с видом на залив и частично с видом на город. То есть в зависимости от того, что вам больше нравится, это или с Севью, или, например, с видом на город. А все остальное, убранство номеров данной категории будет абсолютно без изменений. Вот так вот. У нас 6 ресторанов. Для гостей есть 2 опции, если кто на All-Inclusive. Если кто на All-Inclusive включен, у нас 2 опции, которые можно менять. Допустим, записываться заранее и менять какие-то там предложения по ресторану. И вот так вот выглядит у нас очень помпезно фасад основного здания. И в следующий момент, вот, здесь находится у нас основной ресторан. Здесь у нас с обеда играет диджей, идет музыка. В целом, скажем так, обстановка здесь максимально расслабляющая, спокойная, без каких-либо мега активностей. Также предоставляем шаттлы. Каждый день до Дубай Мол, до Шарджи и по Ажману. По Ажману, я имею в виду, то есть съездят до, можно съездить, посмотреть музей, то есть посмотреть сам регион, как Ажман. Потому что все, как бы, Эмираты, то есть Эмираты со среды семи, да. И каждый Эмират, он по-своему красив, по-своему уникален, да. И, то есть, в принципе, ознакомиться с культурой, как бы, с, в принципе, Эмиратом Ажман. Депозит. Депозит не обязателен. То есть это по желанию гостя. Если депозит гость оставляет, тогда он имеет право пользоваться мини-баром. Если депозит не оставляет, тогда мы полностью мини-бар закрываем. Мини-бар не входит в систему «Все включено». Это дополнительная опция. Кстати, друзья, вы меня часто спрашиваете, а сколько стоит тот или иной отель, да. Здесь, к сожалению, однозначного ответа нет, потому что на стоимость влияет и город, вылеты, и количество, иначе, и состав вашей семьи, и множество, множество других факторов, да. Но, если простое решение, есть наш сайт Тураген63, есть ссылка в описании под этим видео, куда вы можете зайти, там есть модуль поиска туров, и там опубликованы все актуальные цены с учетом вашего города вылета. Если, опять же, вы вас не разобрались, то вы можете оставить заявку на сайте, с вами свяжутся менеджеры, и озвучат вам стоимость, и подберут наилучший вариант для вашего отдыха. Концепция питания у нас есть все. То есть и только завтраки, полупансион, фуллборд, это как без алкоголя, только питание, и все включено, естественно. Все включено, это с алкоголем. С 11 до закрытия ресторана. Некоторые до 10, некоторые до 11. Некоторые бары, которые, в принципе, да, у нас там есть до часа. Ну, в основном до 11. Анимации нет. У нас диджей, у нас есть, да, то есть кто поет. Более, я бы сказала, это взрослая, да, такая анимация. Но именно детская, как в Ритцессе, это не наша концепция. То есть, да, система и концепция Мариотт, она идет более как, ну, это лакшери коллекшн. Ну, да, давайте выйдем на территорию, покажу вам, как выглядит все это вблизи, насколько это все уютно, комфортно или некомфортно, сами видите своими глазами, да. Есть на территории три бассейна. Это один основной бассейн, где проходят все, как так, активности. А вот этот маленький бассейн, такой с джакузи, это только для взрослых предназначен. В отеле есть детский клуб. Смотрите, то есть там есть развивающиеся игры, рисование, детьми занимается наш персонал. То, что хорошо, вы можете привезти ребенка, это 4+. Я говорю 4+, вы можете привезти ребенка и полностью оставить под нашим руководством, да, под нашим присмотром. Если это идет 4 и ниже, тогда, естественно, уже непосредственно нужно с родителем. Друзья, я не мог вам не показать. Детский бассейн, смотрите, туда вниз спускаемся, как будто как в пещеру. И мы с вами оказываемся в бассейне, там внизу, и там же есть детская игровая комната, там же детская площадка. Все это выполнено под навесом. Сейчас спустимся вниз, то есть детям нравится вот такой вот формат, как будто мы с вами как в пещере. Смотрите, спускаемся, есть прям вода, течет как водопад. Реально прям темно. И такие раз, 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 раз. И мы с вами попали в детский бассейн. Смотрите, как это красно выглядит. Небольшие, ну не знаю, как это назвать, да, в пещере дети играют в пещере. Ну, прикольно. Друзья, хочу сказать огромное спасибо всем нашим дорогим туристам, кто уже воспользовался услугами нашего турагентства. Спасибо за ваши отзывы и впечатления о нашей работе. Кстати, все отзывы можно прочитать легко в интернете или на нашем сайте Турагент 63. И, кстати, еще важный момент. Туристы, которые бронируют тур в нашем агентстве, они гарантированно получают поддержку 24 на 7. То есть, когда вы находитесь в отпуске, на отдыхе, очень важно иметь надежного партнера. И мы таким являемся. То есть, вы можете там позвонить, написать, спросить, где лучше купить экскурсию, куда лучше сходить за сувенирами. Мы все вам расскажем в деталях, поможем, подскажем. И будем всегда с вами на связи и поможем в решении любой задачи. Итак, друзья, вот мы сейчас с вами двигаемся по улицам района Аджман. То есть, мы здесь видим отличительную его особенность. Это хорошо настроена вся необходимая инфраструктура. То есть, здесь есть и торговые центры, и магазины, и алкомаркеты, что очень важно. И эти алкомаркеты идут, кстати, по очень-очень привлекательным ценам. То есть, здесь, в данном случае, если вы выбираете отель в Аджмане, можно смело выбирать отель на завтраках или на полупансионе. Потому что, буквально в шаговой доступности, вы сможете купить и необходимые продукты, и попушить в кафешке, и напитки, и алкоголь, и так далее, и так далее, и так далее. Еще очень важный момент. В Аджмане находится один из самых лучших, наверное, рыбных рынков, пройдя на который, вы сможете спокойно купить свежайшую рыбу, выловленную утром. Вам тут же, в ближайшем кафешке, ее почистят и приготовят. И все это будет стоить очень достаточно демократичных цен. Друзья, еще одна полезная информация про, скажем так, пляжи в Аджмане. Пляжи в Аджмане, это, наверное, одни из самых лучших, потому что здесь они обладают природным песчаным заходом. Это один из самых красивейших пляжей. И отели, которые расположены в Аджмане, практически имеют свои собственные пляжи на первой береговой линии. То есть местные населения, которые в вечернее время любят прийти после работы поплавать, они будут находиться и плавать на общественных пляжах, не мешая и не создавая каких-либо неудобств для вас. Друзья, это был, в принципе, небольшой видеообзор отеля. Если у вас остались вопросы, а они наверняка у вас остались по данному отелю, то есть ссылка в описании к этому видео. Переходите на наш сайт Тур1.63, оставляйте заявку на тур. Мы обязательно ответим на все ваши вопросы и, я уверен, мы подберем для вас наилучший вариант для вашего отдыха. На этом все. Спасибо за внимание и до встречи в следующих видео. Пока-пока!